Вопросы и ответы. Отчёт главы администрации по итогам деятельности за 2018 год на заседании Городской думы. На страже безопасности дорожного движения. 3 июля в России отмечают деньги БДД. Безопасность на боевой службе и в быту. В Росгвардии начался летний период обучения. Далее расскажем обо всём подробно. В своём докладе глава администрации рассказал о социально-экономических показателях, зарплатах, уровне безработицы, демографической ситуации в городе. Подробно остановился на объектах капитального строительства, сданных в эксплуатацию. В конце прошлого года была обустроена детская площадка в парке, однако не все довольны качеством выполненных работ. Сейчас проваливается подложка резиновая в этом комплексе. То есть, с чем это связано, люди делают, что это некачественное выполнение работы. Всё, что сделано плохо, в дополнение к тому, что вы сказали, там работу по восстановлению резинового покрытия, подсыпки песка, мы проводили 31 мая и смотрим, как сейчас там будет проседать. Если эта технология, вот такого слоёного пирога, нас не устроит, будем заставлять подрядчика переделывать. После обсуждения участия Сарова в национальных проектах, судьбе ТАССР, обустройстве пустыря, прозвучали и вопросы, касающиеся деятельности самого главы администрации, который занимает свой пост уже 4 года. Были ли вы когда-либо трудоустроены в коммерческой организации? Если да, то в какой, пожалуйста? Ну, давайте так, я могу вам в письменном виде написать. Дело в том, что у нас по Конституции, 37-я статья Конституции, позволяет каждому гражданину реализовывать свои возможности. Это первое. Второе. У главы администрации есть запреты профессиональные, чем ему нельзя заниматься. Написано, что совершенно чётко, кроме научной, педагогической и иной творческой деятельности. Поэтому всё в рамках законодательства, что положено, дозволено, то и можно делать. В своём докладе Алексей Голубев говорил в том числе о поддержке предпринимательства и действующем статусе ТАСЭР. Однако на сегодняшний день резидентов считанное количество, и не все саровские бизнесмены могут воспользоваться этим инструментом. Предприниматели говорили о более конкретных проблемах, в том числе речь шла об имущественных спорах. Обсуждался вопрос с выселением социального магазина и здания ОБЦ, которое принадлежит центру внешкольной работы. Ну, там был ремонт здания, значит, на втором этаже. Там нас завалили мусором, отключили нам отопление. Вы, да, мы к вам пришли, вы поддержали все нарушения, которые там были, вы, значит, признали, подписали письмо, дали добро. Да, работайте, никто вас не тронет. Значит, буквально через два месяца вы перевернулись полностью. Мы получили письмо с требованием освободить помещение. Просто так, освободить помещение. Неправда со стороны ЦВР была в том, что вам отключали батареи, что когда вели ремонт, вам затрудняли проход. И вот это я дал получение сделать. Правильно? Правильно. Соответственно, с этим работа была проведена, с тем, чтобы у вас там не было этот шум, гэп, тарарарам, все остальное. Но у вас были свои обязательства, которые вы не выполняли по арендной плате, у вас были задолженности. Поэтому давайте так вот, есть отношение с ЦВРом, вы решаете с ЦВРом. Также речь шла о плановых медицинских осмотрах работников муниципальных предприятий и образовательных организаций. Большинство из них проходили осмотр в коммерческом медицинском учреждении. По крайней мере, так было до 2018 года. Каждый из директоров школ получил очень льготные коммерческие предложения и цены на медосмотры. Но в директорах тоже, с другой стороны, получили указания о том, чтобы не проходить ни под каким предлогом медицинские осмотры в Академии здоровья. Школы, детские сады прошли эти медосмотры в 2018 году и сейчас часть проходит в 2019 году по завышенным ценам. Руководство клиники сделало запросы в прокуратуру и счетную палату Нижегородской области. Город никак не среагировал. Только после того, как сюда вмешалась область, школы активизировали свою работу в плане прохождения медицинских осмотров. Директора школы, они поняли, что, но, к сожалению, они не могут открыто сказать, что произошло, кто им сказал. После этого часть учреждения пошли на проведение электронных торгов. На электронную площадку в 2019 году было подано всего лишь 13 заявок. Значит, Академия здоровья поучаствовала, успела поучаствовать, к сожалению, без этих 13, в 6. Этот таргет вызывает снижение начальной цены. Так вот, только по 6 школам, благодаря участию в той же Академии здоровья, значит, было сэкономлено, было сэкономлено на 6. 160 тысяч рублей. Как только появляется целевое использование бюджетных средств, возникает сразу вопрос, либо административное, либо уголовное. Поэтому, когда вот здесь говорят про уголовку, еще про что-то, тщательно подбирайте слова, взвешивайте, что вы сказали, да, ссылайтесь на документы, где это записано, потому что в каком случае это просто получается голосновое обвинение. Свой вопрос озвучил и Андрей Гришин, предприниматель, чья компания осуществляла вырубку леса при реконструкции улицы Харитона. Ранее мы рассказывали о том, что в результате этого контракта компания разорилась. Бизнесмен понес ущерб и теперь пытается разобраться с помощью органов правопорядка. Андрей Гришин также подавал документы на замещение должности директора асфальтного завода. Заявился и 11 марта конкурсная комиссия принимала все документы и выслушивала кандидатов. Шести человек, как бы моя кандидатура была единственная, как бы вовремя подавала все документы и всем устроил мой проект по поводу модернизации и реконструкции завода. Когда мои документы отправили к вам и я был единственной выигранной кандидатурой, выбранной, вы сказали, что мне передали так, я не буду утверждать, мне сказали, что лучше взять дворника с улицы, чем Гришина. Это обосновано тем, что я якобы написал на администрацию заявление в прокуратуру, в следственный комитет и в ОВВД. Собственник завода, в данном случае, мы управляем этими активами, этими акциями, поэтому, знаете, все ваши вопросы можете решать. Свои вопросы задавали и представители многодетных семей, которые пытаются добиться возвращения бесплатного питания в школы для своих детей. Однако пока решить этот вопрос не получается. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Основные объекты парка Зернова, которые подлежат реконструкции, это входная группа напротив стадиона и центральная аллея. Продолжением которой станет лестничный спуск по имени Кисатис. Официально работы здесь стартовали около месяца назад. На территории будущей набережной снят растительный грунт и выполнена предварительная разбивка. Основные работы пока еще не ведутся, не приступали. Не можем пока найти подрядчика. Это на электрику, это не наши профильные работы. Ну и есть у нас сложность с выполнением работы по устройству лестницы, потому что на сегодняшний день пока еще не получено разрешение на валку деревьев. Разрешение на вырубку деревьев может быть получено только в случае стопроцентной оплаты суммы компенсации за уничтожение лесных насаждений. Средства на эти цели из Министерства жилищно-коммунального хозяйства еще не поступили. Скажется ли это на сроках завершения реконструкции, обозначенных в контракте? Представители администрации уверили, что ситуация под контролем. Мы понимаем, что контракт у нас заканчивается 27-11, но учитывая тот опыт, который мы уже получали на предыдущих объектах, работу нужно выполнить в теплый период времени. Набережная реки Сатис будет выложена брусчаткой. К работам по реконструкции поймы планируется привлечь ресурсы малого и среднего бизнеса. На берегу появятся спортивные площадки, зона общепита и лодочная станция. При строительстве сохранится естественный берег. Здесь предполагается рубка только тех деревьев, которые будут под эти площадки. Дальше дорожка идет вдоль берега, все остальные деревья, они останутся. Берег будет очень естественный, живой, с деревьями, с тенью. Стадион между 14-й и 16-й школами должен быть реконструирован до начала нового учебного года. Сейчас площадки асфальтируют, устанавливают ограждения, приступают к укладке покрытия из резиновой крошки. Срок сдачи объекта – 1 августа текущего года. Новый стадион перейдет в ведение 16-й школы. Жители микрорайона смогут посещать после того, как будет установлен график для 16-й школы и для 14-й. У нас порядка 900 детей, в 14-й немножко поменьше, поэтому уроки физкультуры нам надо отработать полностью и внеурочные занятия. После реконструкции стадиона между 14-й и 16-й школами планируется обновить спортивные площадки 7-й и 12-й школ. Соответствующие предложения депутаты внесут в бюджет 2020 года. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Самыми популярными именами у родителей новорожденных саровчан стали Артем, Дмитрий, Александр и Никита. Эти имена лидируют из года в год. Девочек чаще всего в этом году называли Софией, Анастасией, Дарьей или Варварой. В число редких имен за этот период, полгодия 2019-го, среди мальчиков вошли такие имена, как Эрнест, Николай, Дамир, Дриан. Среди женских имен Тея, Айлин, Стефания, Тамила, Есения и Ясмин. Также прослеживается тенденция к возвращению старых русских имен. В Сарове появились несколько маленьких Платонов и Миронов – Пелагей, Анфис и Вер. С каждым годом увеличивается число вторых детей. В девяти семьях появились двоини. У кого-то родился второй и третий ребенок, у кого-то третий и четвертый, потому что было две девочки, родились два мальчика. И в одной семье стало теперь пять детей. Самой молодой маме было 16 лет, когда у нее родился малыш. Самой возрастной маме – 49. Возраст пап колеблется от 18 до 35. Что касается браков, то в этом году их зарегистрировано 152, примерно на уровне прошлого года. Брачный возраст за последние годы вырос. Сегодня в основном свои отношения регистрируют пары в возрасте от 30 до 43 лет. Что касается разводов, то их было 159. Большую часть из них составили семьи, которые прожили вместе от 5 до 10 лет. Вроде бы люди, которые прожили 10 лет, уже друг друга узнали, узнали привычки, научились слышать, уважать, что происходит. Может быть, бытовые какие-то вопросы нерешаемые без расторжения брака. Это тоже на сегодняшний день имеет место быть. По статистике, такие семьи составляют 65% от общего числа, подавших заявление на расторжение брака. Самый малый процент среди разводов составляют те, кто прожил вместе год или два. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. Дому на улице Силкин-21 уже более 40 лет. Последние годы жители жаловались на постоянные залития. Вода лилась из мусорокамеры. К тому же не было грамотно организованного водоотвода с крыши. Мы заметили, что под водосточной трубой грунт прогибался, прогнулся. Но жёлоб был ещё целый. А когда жёлоб кусочек отвалился, стало заметно, что там пустота. Жители рассказали, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, говорили о дыре, которая становится всё глубже. Рабочие периодически устраняли видимые нарушения. А потом отремонтировали мусорокамеру, из которой поступала часть воды. Оттуда течь перестала. Однако провал рядом с фундаментом, возможно, уже имел серьёзные последствия. И у нас было такое, что горизонтальные трещины были. Причём трещины значительные. Весь этот ремонт сводился к тому, что их заштукатуривали, закрашивали и всё. Фундаментами никто не занимался. Самим провалом начали заниматься тогда, когда к проблеме подключилась депутат округа Людмила Колотухина. Рабочие скололи висящие куски, начали засыпать яму, привезли водосточную трубу. Однако текущего ремонта может быть недостаточно. Здесь, видимо, надо срочно принимать решение, либо за счёт средств МУП «Центр ЖКХ» осуществлять ремонт отмостки и установление ливнёвки у каждого подъезда, либо пересматривать краткосрочный план капитального ремонта. В управляющей компании нам пояснили, что был сломан водоотвод. Сейчас проблему устраняют. В ближайшее время яму засыпят щебнем, уплотнят грунт и сделают отмостку. В подвале трещин нет. Специалисты наблюдают за состоянием дома. Канал 16 будет следить за развитием событий. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Для них закончилась школьная жизнь. И остались позади уроки, домашние задания и контрольная. 11 лет юноши и девушки день за днём учили, отвечали у доски, участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, чтобы потом получить отличные отметки в дневнике и заветную золотую медаль. Я абсолютно уверена, что именно за такими, как вы, будущее не только города, но и будущее нашей страны, вы точно поведёте её вперёд. И я искренне желаю вам новых открытий. Новых открытий в науке, новых открытий в себе, новых открытий в других людях. Пусть у вас всё сложится. В этом году в нашем городе средний балл единого государственного экзамена по всем предметам, выше областных и российских показателей, в среднем на 3-7 баллов. На торжественной церемонии 41 выпускник получил медаль за особые успехи в учении. Среди них 12 выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов. Поздравляя ребят от имени ядерного центра, Юрий Якимов просил их не забывать родные пенаты. Дорогие выпускники, помните, вас всегда ждут дома. Поздравляю ещё раз. Хорошего вам всего в жизни. Чтобы вы были счастливы, любимы. Чтобы процветала наша замечательная страна. И через какое-то время мы также гордились вашими именами, так сказать, такими, как наши были замечательные учёные. Они не только отлично учились, но и вели активную общественную деятельность. Среди тех, кто получал золотые медали, было много тех, кто не раз попадал в объектив нашей камеры на творческих конкурсах, научных конференциях, концертах. Полученные знания и умения они смогут применить и в студенческой жизни. Стоя перед открытой дверью, вчерашние школьники, безусловно, волнуются. Оправдаем ли мы надежды тех, кто верил в нас, желал удачи все эти 11 лет. И я скажу, да. У нас есть эта уверенность. Мы ответственны за будущее нашего города и нашей страны. Ну, а всё благодаря кому? Конечно, благодаря родителям и учителям. Традиционно 11-классники оставили в альбоме пожелания для будущих выпускников. Каждый из медалистов получил благодарственное письмо от администрации города и памятные подарки. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. 11 лет об этом мечтали. Мы начинаем наш выпускной. Погода не смогла испортить настроение выпускника. Вместе с родителями, друзьями и учителями в последнюю пятницу июня они заполнили центральную площадь города. Выпускной пал стал для них одновременно и радостным, и грустным событием. Лучшие школьные годы прошли. Спасибо всем учителям, что вложили в нас частичку своей души. И радость, и грусть. Наверное, особенно радость, потому что мы переходим в новую ступеньку и заступаем во взрослую жизнь. Ну, я испытываю радость и немного в тоску, потому что всё-таки новая жизнь начинается, кончается школа. Новые проблемы, заботы. Предвкушаем всё новое и замечательное. По традиции, с напутственными словами к выпускникам обратились представители городской думы, администрации и ядерного центра. Они отметили, что в достижениях школьников есть заслуга и учителей, и родителей. Вы идёте во взрослую жизнь. Конечно, вам поданно биться ваши знания, но не только знания, но и терпение, но и упорство, но и трудолюбие. Мы знаем, что вы справитесь. Всего вам самого хорошего. И не забывайте наш любимый город. С праздником! В этом году организаторы выпускного бала сделали акцент на виновниках торжества. Они выступали на сцене и танцевали в центре площади. Флэшмоб под мелодией Вайса с запуском «Вечернее небо воздушных шаров» стал одним из самых трогательных моментов выпускного. После всех торжественных речей и обязательных выступлений настало время веселья под современные ритмы. Специальным гостем выпускного вечера стал диджей Миша Кляйн из Санкт-Петербурга. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей САРОВ24. Традиционно ни один день молодёжи не обходится без награждения активистов общественных организаций. Начался приём с вручения золотых знаков отличия комплекса ГТО. Тех, кто с честью прошёл все спортивные испытания, поздравил пятикратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Ванкувере Пётр Седов. Для тех, кто сдал на золотой знак значок ГТО, хочу сказать, что я тоже с вами, тоже сдал на золотой знак, считаю, что это почётно и здорово. Так что буду рад вас наградить. Благодарственные письма и грамоты получили активисты различных клубов и объединений Молодежного центра союза старшеклассников «Статус», военно-патриотических клубов, волонтёры и все те, кто стремится сделать ярче и насыщеннее жизнь нашего города. Одна из них – Александра Шанина. Она учится на втором курсе «Сарфуты» и «Нияумифи» и возглавляет объединённый совет обучающихся. Под её началом студенты участвуют во многих городских акциях, организуют Дни открытых дверей и праздники в институте. Награда для меня очень ценная, очень почётная, потому что к этому, наверное, стремится каждый общественный деятель, когда от главы администрации тебе идёт благодарность. То есть ты занимаешься этим не зря, ты делаешь всё правильно. Второй год подряд на площадках праздника работал Саровский котельон. Активисты и участники студии «Пляшущие человечки» объединения «Армир» знакомили горожан с историей нашей страны, обычаями и традициями аристократов и простых жителей с помощью танца в той или иной эпохе. «Исторические танцы – это просто замечательно. Это общение в танце, это то, чего не хватает современным детям. Это капелька романтики, которой нам тоже очень не хватает. Мы, приходя на наши танцы и танцуя друг с другом, ощущаем, что мы часть великой истории». Сюрприз ждал любителей Саровского драматического театра. Актёры, которых горожане привыкли видеть на сцене, сошлись в футбольных баталиях с чиновниками городской администрации и депутатами городской думы. «Настрой, вы знаете, очень хороший, потому что мы с этими ребятами разминались, играли до этого, все настроены дружелюбно. И, в общем-то, мы думаем, просто хорошо поиграем в футбол». Матч закончился победой команды органов местного самоуправления. Кульминацией Дня молодежи стал концерт, хедлайнером которого выступил Никита Пресняков и его группа «Мультиверс». Полную запись концерта можно посмотреть на нашем канале в Ютубе. Екатерина Апионова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Взмах жезла и машина прижимается к обочине. Проверка документов. Инспектор ДПС Антон Гоольцман на службе в парадной форме. Сегодня у стражей дорог профессиональный праздник – День образования ГИБДД. И Антон его проведет на боевом посту. Отмечать будет потом. Главное – это обеспечить безопасность дорожного движения в родном городе. «Мы проводим ежедневную профилактику, беседу и с правонарушителями, и в общем плане. То есть я считаю, что город у нас в этом плане законопослушный граждан». Рабочая смена без сообщения об авариях для инспектора ДПС уже праздник. Это значит, что профилактические меры сыграли свою роль, и все водители и пассажиры вернулись домой здоровыми. И своим коллегам Антон Гоольцман желает только спокойных дежурств. «Хочу пожелать успехов дальнейшей службе. Звания, зарплаты побольше. Ну и, конечно, здоровья и счастья близким». А начался праздничный день в ГИБДД с теплых слов от руководства и торжественной церемонии награждения. Сотрудников поздравили и вручили памятные медали 300 лет полиции, почетные грамоты от администрации и муниципального управления МВД Сарова. «В этот прекрасный праздник хочу пожелать всем здоровья, семейного благополучия, чтобы все вы шли на службу с удовольствием, а за службу еще с большим удовольствием, чтобы вас всегда дома ждали ваши родные и близкие люди». Статистика свидетельствует, что в последние годы сократилось число погибших ДТП и уменьшилось число пьяных аварий. Но уровень аварийности по-прежнему остается высоким. Это значит, что стражи дорог продолжат проводить спецоперации, и профилактические мероприятия направлены на снижение правонарушений. Так что работы с сотрудником ГАИ всегда хватает. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. На строевом полосу Саровской дивизии стоит скорая помощь и машины ГИБДД. В роли погибших и пострадавших манекены вместо крови – алая гуашь. Эта учебная площадка по соблюдению правил дорожного движения наглядно демонстрирует, что будет, если превысить скорость. Как отметил командир дивизии, за первые полугодия во всех воинских частях Росгвардии было травмировано большое количество военнослужащих. Есть и погибшие. Основную часть смертей по войскам страны составляют ДТП на личном транспорте. Учебное полугодие в Росгвардии по традиции начинается с комплексных занятий по требованиям безопасности. Главная цель таких занятий – снизить травматизм и гибель сотрудников Росгвардии. Для этого на территории Саровской дивизии оборудуются несколько тематических площадок, руководители которых рассказывают и внослужащим о мерах безопасности на боевой службе и на отдыхе. Всего будет развернуто шесть учебных точек по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности и в быту, по выполнению требований безопасности на боевой службе, по выполнению хозяйственных работ. Какими инструментами можно проводить ремонтные работы, как вести себя в лесу и на речке, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким. На боевой службе и занятиях военнослужащие также должны знать и строго соблюдать требования безопасности. Оказание первой медицинской помощи, обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами. На учебных местах военнослужащим показывают, как нужно вести себя в той или иной ситуации, чтобы снизить риск травматизма. В этом году примечательна шестая учебная точка – это выполнение требуемой безопасности такими специалистами, как кинологи, повара, техники, специалисты ТСО. На данной учебной точке специалисты будут заниматься уже по своему направлению деятельности. Занятия по требованию безопасности проводятся в течение четырех дней и охватывают военнослужащих всех категорий. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Маленькие Русланы, активные жизнерадостные Николь, ровесники. Новый четвероногий друг появился в семье Ларисы Шаплыгиной, когда мальчику было всего два месяца. И с тех пор малыш и собака не разлей вода. Вместе проводят время на свежем воздухе, играют и узнают этот большой и неизведанный мир. Щенка дворовой породы Лариса взяла из городского приемника для животных. Это все у нас происходило под Новый год, в канун 2016 года. И очень хотелось кого-то осчастливить, подарить счастье кому-то. Мы решили взять собаку из приюта, потому что экстерьер – это не главное, главная душа. Николь хорошо уживается с другими питомцами в квартире и не доставляет больших хлопот в быту. Она полноценный член семьи и отличный вариант для маленьких детей, считает Лариса. Общаясь с Николь, ее внук Руслан учится ответственности и состраданию к ближнему. У меня даже язык не поворачивается называть ее собакой. Это душа моя. Ей можно все. Команду мы применяем только на улице ради ее безопасности. А дома она полноценный член семьи. Диванная собачка. Николь повезло. Три года назад ее домом были клетки и вольеры приемника для животных. Но благодаря неравнодушию людей она обрела семью. Сегодня в приемнике живут около 20 собак разного возраста, которые каждый день ждут, что за ними придет добрый и ответственный хозяин. Главное понимать, для чего собака нужна, кому собаку вы берете и сможете ли вы дальнейшем за ним ухаживать. Помимо того, что кормить, их нужно выгуливать обязательно. То есть прогулки это минимум 2-3 раза в день. А когда они маленькие, это до полугода, они постоянно ходят дома в туалет. Естественно, это проблема. То есть с этим нужно будет бороться. Это частые выгулы постоянные, кормление постоянное. Братьям нашим меньшим нужна забота и ласка не только по праздникам. Подарить свою любовь и стать настоящим другом для верного и отзывчивого питомца может каждый. Главное помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Городской приемник для животных расположен по адресу улица Зернова, 24А. Более подробная информация по телефону 6-12-10. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Галина Сайгушева из тех людей, которые научились управлять своим временем. Задумавшись однажды о том, сколько минут, а иногда и часов уходит на совершенно бессмысленные дела, она вывела формулу тайм-эджмента или рационального использования времени. Изначально нужно избавиться от пожирателей времени. Это телевизор, это залипание в соцсетях, ненужные какие-то разговоры и вообще, ну лень, человеческая лень. Галина взяла под жесткий контроль свои будни и стала использовать освободившиеся часы с максимальной эффективностью. И в результате появилось дополнительное время на хобби, на новые проекты, повышение квалификации. На прогулке с ребенком, пока он играет, можно быстро просмотреть почту или даже прочитать несколько страниц книги в электронном формате. Главная изначальная цель – мотивация. А потом уже можно выстраивать вот свою систему экономии времени, эффективного использования. Даже вопрос, сколько не в количестве времени, а то, как мы его используем. Вопрос именно в мотивации. Когда человек хочет, он найдет время для всего. Когда он не хочет, он найдет тысячу причин, чтобы это не делать. Для Галины мотиваторами стали дети, особенно младший ребенок, которому 5,5 лет. С ним нужно и погулять, и поиграть, и почитать. Когда все успеть, если есть еще работа и домашние дела. А детство – такой момент краткосрочный, он так быстро проходит. И хочется по максимуму каждую минуту насладиться, пока дети маленькие, пока можно с ними открывать мир по-новой. Можно бесконечно долго рассуждать о нехватке времени и невозможности все успеть. А можно просто посчитать, сколько времени тратится впустую, и начать использовать его эффективно. Суток всегда будет 24 часа. А уже от человека зависит, как рационально он сможет распорядиться своим временем. Елена Грицкова.